У социнтерна или у партий, которые состоят европейских партий и социалистических, у них есть свои определенные, ну скажем так, координаты, по которым они себя определяют. Дело в том, да, с одной стороны, господин Дадон формально не является больше председателем партии, но он абсолютно открыто продолжает руководить этой партией. И причем, конечно, здесь накладываются две вещи, которые, первое, это то, что эта партия становится партией управления, и факт голосования социалистической партии вместе с демократической партией за изменение избирательной системы, вопреки абсолютно всем советам, вопреки окрикам из Москвы, вопреки консолидированным рекомендациям Запада, и Вашингтон, и Брюссель, и Венецианская комиссия, и Советы Европы, строго-настрого рекомендовали не изменять систему, делает господина Дадона в том числе и заниматься реальным управлением. Теперь я уже не говорю о назначении Газпрома, послов, судей и так далее, которые вменяют Дадону, но все более очевидно, и даже не буду говорить о консультациях, которые они вольны или невольны, формальны или неформальны, через посредниками или напрямую, но совершенно видна координация геополитических шагов, значит, особенно, и здесь мы совершенно уходим от социалистической программы, потому что фактически социалистическая партия все больше и больше становится одним целым с демократической партией в том, что касается реальной конкретной политики.